С миллионами Арбузова, что произошло? С миллионами Арбузова, миллионы Арбузова, его обвиняют в том, формально, суть уголовного дела в том, что он получал прибыль в банке БТБ. Но дело в том, что банк БТБ вообще никогда прибыли не показывал. То есть Арбузова обвиняют в получении того, чего не существует. Я еще раз повторяю, можно ли было при желании, знаете, мне это, вот бумеранги же возвращаются, мне это напоминает, как они в свое время фабриковали дела Юлии Тимошенко, или там Юрия Луценко, которого обвиняли чуть ли не в сожительстве со своим водителем по одной прописке. Да, так и сейчас. Мне вчера один человек говорит, ты представляешь, в чем обвиняют Портнова? Его обвиняют в том, что он получал зарплату, преподавая в университете, и это было совмещение. Я говорю, прости, пожалуйста, а ты не помнишь, какими были дела тогда? Поэтому, на самом деле, я согласна с тем, что это вопрос судебной системы, но это вопрос комплексный. Здесь нельзя говорить, только прокуратура, только судебная система или только МВД. Но тут один очень важный факт, потому что вот я такой разговор не могу себе представить год назад, тем более два года назад. После Майдана все политики очень четко поняли, что такое общественное мнение, что такое общественный контроль. И они поняли, что они напрямую зависят от этого. Если сегодня требует общество борьбы с коррупцией, преодоления ее, политики будут сидеть и говорить о том, как, какие механизмы, какие способы, какие параметры. А общество, и в том числе СМИ, прежде всего, будут это контролировать. И если политики не будут исполнять свои обязательства, прежде всего по борьбе с коррупцией, они сами будут люстрированы на следующих выборах общества.